Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Каюта Капитана Вунгеля. Хотелось бы поздравить всех с праздником, днем Великой Победы. Мой дед воевал, после войны он умер. Бабушка моя на Трудовом фронте воевала, апстировала бойцов Красной Армии. И этот день, я считаю, что это день памяти тех, кто погиб, сражаясь за наше с вами будущее. Вот то, что мы сейчас живем, это заслуга наших предков. Поэтому я хотел бы в первую очередь пожелать всем ветеранам, которые еще живые, их осталось очень мало, здоровья в первую очередь, долгих лет жизни, ну а павшим вечная память и земля им пухом. Но сегодня речь пойдет про униформу офицеров британского флота. Я голосовалку выложил, там первое место занял вопрос про еду, но с едой там есть нюансы. Дело в том, что надо засолить мясо, чтобы сделать солонину, нужно засолить мясо. Поэтому я пока засолил, ну и нужно засушить сухари, так называемые галеты. Тоже там есть своя технология. Поэтому обязательно будет видео про еду отдельно, там нужен колпак еще поварской, чтобы было аутентично, как говорится. И я решил сделать видео, посвященное униформе британского флота. Это, правда, будет серия видео про форму различных флотов, включая французский, включая голландский, испанский. Кому интересно, можете посмотреть, я вот оставил в описании ссылочку на сайт российского министерства обороны. Там ВМФ, главный штаб, они сделали сайт, и там можно найти информацию по истории формы российского флота. Правда, сделано корявенько, но, тем не менее, достаточно информативно. Также я хотел ответить на комментарии. Комментариев очень много. Огромное спасибо всем моим подписчикам. Я не ожидал такого вала комментариев. Я стараюсь на все комментарии отвечать. Если кому-то не ответил, то обязательно отвечу, потому что я могу просто пропустить комментарии. Есть комментарии конструктивные, есть неконструктивные. Ну, неконструктивные я сразу в топку, включая автора этого комментария, потому что я, знаете, есть такая поговорка. Не тронь одну субстанцию и не будешь в ней замарнуть. Поэтому я поступаю очень просто. Что касается конструктивных комментариев, огромное спасибо всем моим подписчикам, кто оставляет конструктивные комментарии. Я учусь, я обязательно стараюсь учитывать ваши комментарии. И вот хотел бы ответить на несколько комментариев, которые меня больше всего заинтересовали. Один из них касается Мастера и Коммандера. Но что интересно, если хотите, я сделаю целое видео, посвященное всем косякам фильма Мастера и Коммандера. Вот у Клима Жукова есть, конечно, на его сайте, там расписан, но в его чисто манере такой, повествовании. К тому же Клим, он не по морским делам, он больше, наверное, по рыцарским делам. Так что, если интересно, в комментариях напишите, я могу сделать все косяки фильма Мастера и Коммандера. Так вот, что касается Мастера и Коммандера. В этом фильме, кто его внимательно смотрел, там в самом начале говорится, что этот корабль называется «Фрегат». Фрегат внезапный. 28 у него, по-моему, пушек. Но, что интересно, кто читал всю серию про этого капитана Оври, то наверняка помнит, что фильм сделан из двух периодов. На самом деле, происходило все это в 1812 году событие, и они его перенесли в 1805, и там, чтобы воевать с французами. На самом деле, гнались они там за американским фрегатом, Норфолк он назывался. Но, опять же, если интересно, я отдельно сниму про Мастер и Коммандер. Так вот, Мастер и Коммандер – это звание после лейтенанта. В фильме капитан Обри, ну, он там капитан свыше трех лет. У меня вопрос возникает. Они сделали, что он командует, ну, в принципе, фрегатом это нормально, что капитан командует старше трех лет. Но там, это вот то, что называется в фильме «Фрегат внезапный», это в терминологии британского флота, это называется «Полс Шип». Американцы называли его «Фрегат третьего класса», а французы называли такие корабли «Корвет». Так вот, этот вот, почему «Полс Шип»? Все корабли с первого ранга по шестой ранг, сейчас вот вы на экранчике видите ранги кораблей, в самом низу вы видите корабли шестого ранга, и вот наш самый кораблик из фильма «Коммандер», «Мастер и Коммандер», он относится к кораблям шестого ранга. Это бы не то, чтобы фрегат, но по парусному вооружению они все одинаковые, у них у всех «Фулл Риггинг», полное парусное вооружение. Так вот, он относится, все эти корабли с первого по шестой ранг, они все называются «Полс Шип». Почему «Полс Шип»? Потому что они требуют для себя «Полс Кэптанс». Нужно понимать, что в британском флоте капитан, это была и должность, и это было и звание. Вот когда капитан получал свой патент, или ворон тоже назывался, кстати говоря, вот вы сейчас на экранчике видите образец этого патента, и тут написано, что это ворон, да, но вот воронты были разные, их выдавали разные органы. Капитаном воронты или патенты выдавало адмиралтейство. Так вот, когда капитан, в смысле лейтенант, будущий капитан, защищался на капитана, после этого он ждал назначения, и после назначения на корабль, его назначение печаталось в «Лондон Газет». То есть «Полстит он Лондон Газет». То есть печаталось, что вот такой-то, такой-то, назначается капитаном на такой-то корабль в звании капитана. Ну вот так вот это было. Соответственно, «Полстит Кэптанс» – это капитаны, чьи имена появлялись в «Лондон Газет» в качестве «Полст Кэптанса». Ну зачем это сделано было? Дело в том, что капитанами назывались также люди, которые командовали кораблями не ранговыми. Допустим, какой-нибудь Шлюп или как-нибудь, не знаю, Брангер, им мог командовать лейтенант, мог командовать мастер-н-коммандер, мог командовать даже штурман, и все равно их называли капитанами. Ну вот, чтобы это не путать, всех офицеров, которые командовали ранговыми кораблями, с первого по что, называли «Полст Кэптанс». Правда, никто им не обращался по званию, никто не говорил там «Эй, мистер Полст Кэптан». Это было сделано для того, чтобы различать лейтенанта, который был капитаном Шлюпа, он тоже капитан, да, и капитан, который был и должность капитана, и звание капитана Кэптан Роял Неви. Такая приставочка шла. Здесь стоит отметить, что в фильме «Мастер-н-коммандер» там был капитан морской пехоты. Так вот, их не называли капитанами морской пехоты. Да, кто, тут знатоки есть, там спрашивают, подкалывают. Так вот, капитана морской пехоты на корабле называли «Мейджор». Зачем это было сделано? Для того, чтобы это называли «Кортеси ранг». «Кортеси ранг» – это вот как раз ранг вежливости. Чтобы не путать капитана корабля с капитана морской пехоты, капитана морской пехоты называли на корабле «Мейджор». То есть, надеюсь, я вам сейчас разъяснил, да, эту вот ситуацию с «Мастер-н-коммандер». К самом конце фильма лейтенант, это вот первый помощник Обри, он получил как раз задание перегнать этот вот Ахерон куда-то там. Ну, это косяк, кстати говоря. Ахерон в то время был город Вальфпараиз, как он там назывался. Он принадлежал испанцам, был враждебен англичанам. И вот этот вот лейтенант, он как раз и должен был стать «Мастер-н-коммандером» по званию. Ну, вот так. Еще один комментарий касался «Талрепа». Там написали, что я перепутал «Талрепы» с «Юферсами». Но хотел бы сказать, что я не перепутал ни «Талрепы», ни «Юферсы». «Юферсы» – это вот эта штука, которую вы сейчас видите на экране. Ну, деревянная такая бобина, куда всовываются канаты для того, чтобы вот самые эти «Талрепы». Просто «Талрепы» бывают разные. Есть «Талрепы» винтовые, металлические, которые действительно появились на фрегате «Паланты», которые стягивают эти вот ванты. Ну, и есть «Талрепы» тросовые, которые вот вы сейчас видите на экранчике. Поэтому я считаю, что я ничего не напутал. И вот справа видите обычный промышленный «Талреп», который продается в любом хозяйственном магазине. Один из моих подписчиков очень подробно написал про вахты. Фактически с меня снял обязанность сделать видео про вахты. Но я все равно его сделаю. Огромное спасибо, парень, по-моему, с Одессы. Огромное тебе спасибо. За то, что ты расписал то, что я планировал рассказать. Там я ответил в комментариях на ремарочки твои. И да, я допускаю ошибки в произношении, но произнес компас, а не компас. Ну, понимаю, что и рундук есть, и подволок есть, и рапорт, как моряки настоящие говорят. Поэтому я все, как говорится, все термины морские не знаю. Никто не может их все знать. К тому же есть термины, которые вот именно на парусном флоте в основном были, применялись. И там была также ремарочка касательно баталера или баталера. Ну, я привык, мне нравится баталер. Хотя, наверное, может быть и баталер нужно говорить, да. Но баталер или баталер, это от французского слова boutilleur. Да, boutilleur это виночерпи, да, раздатчик вина. Поэтому, вот, если вы в таком ключе мне там шпильки тыкаете, да, но вот иногда мне просто удобнее так, как мне удобно говорить. Как говорил один персонаж, углубить, углубить, да. Вот, иногда я такие вот вещи допускаю. Ну, уже старые и уже меняться мне сложно в моем возрасте. Теперь давайте перейдем к теме сегодняшнего видео. Она называется «Униформа офицеров британского королевского флота». Обратите внимание, офицеров, да. Но почему офицеров? Дело в том, что у матросов формы не было до 1857 года. У нижних, у младших офицеров появилось только в 1787-м. Потом стали позволять воронто-офицерам носить синие сюртуки. Вот мы и сегодня будем говорить о том, какая форма была у британских офицеров с 1748 года по 1812 год. Ну, меня спрашивают, почему я британский флот взял. Ну, дело в том, что я начал видео выкладывать с описания британского линейного корабля «Виктори». Опять же, тут у меня комментаторы, так сказать, в кавычках умные, пишут, это не «Победа», не «Виктория», это «Виктори» или «Победа». И тут про Вунголь мне начинают рассказывать. Дело в том, что транслитерация или перенос названий, ну, это такая щекотливая тема, да. Если говорить «Москва», да, по-казахски, то я должен говорить «Мяскеу». Да, я был в «Мяскеу». Если говорить по-английски «Лондон», да, то я должен говорить «Лондон». Да, поэтому, ну, когда мне вот раз начинают указывать, как правильно произносить, ну, опять же, я делаю, как удобно мне и как я считаю, что должно быть удобно моим подписчикам. Да, то есть «Виктория», ну, это вот перевод, действительно, перенос слова, да, «Виктори», «Победа» в русский язык. Я думаю, никого это не раздражает. Так вот, британский флот выбрал потому, что, ну, во-первых, он был на период наполеоновских войн, да, когда этот вот корабль линейный «Виктория», «Виктори» воевал при Трафальгаре с подкомандованием Нельсона. Британский флот был самым могущественным. Ну, я считал, что российский флот тоже как бы был очень сильный, не уступал там французам, британцам, но вот, изучая военную историю, это все у меня было в детстве такие представления, да, начитавшись российских, вернее, советских учебников про русский флот, но вот я был горд нашим флотом. Правда, со временем, когда я уже стал более глубоко погружаться в историю, я уже немножко поменял свое мнение и понимал, что мы не могли дойти до уровня ни британского флота, ни даже французского. Ну, вот сейчас вы на картинке видите сравнение британского, голландского, российского и датского флотов в процентах от водоизмещения. Ну, вот на России во второй строке смотрим самый последний столбик, это 1815 год, да, 169 тысяч тонн, это 12% от мирового, да, водоизмещения, причем на Британию приходится 616 тысяч тонн, или 44,4%. Ну, вот в четыре раза британский флот был водоизмещением больше. Но нужно отдать должное нашим государственным мужам, там, Петру Первому и Иже с ними, да, и Екатерине Второй, и Потемкину, который там приложил свою руку. Дело в том, что Россия смогла создать флот, который мог, ну, будем говорить так, второй линии, да, который смог надрать задницу туркам, например. Вот. Причем это сделали при очень малых, при очень маленьком бюджете. То есть бюджет российского флота не шел ни в какое сравнение ни с британским, ни с французским, ни с испанскими флотами, да. Это вот огромная заслуга российских государственных деятелей. Но сегодня речь пойдет не за деньги, а за униформу, которую британские офицеры покупали за деньги, причем немалые. До 1748 года униформы у британских офицеров не было. Они одевались, как и было положено представителям высшего класса, но это тогда называлось на французский манер «habite la francais». Да, платье по-французски или наряд на французский манер. Ну, моряка, конечно, можно было определить по его одежде. Однако это была не регламентированная одежда, а гражданская одежда, которую подгоняли под удобное ношение в море. Ну, вот сейчас вы видите, как выглядели моряки середины 18 века. Это матросы. Слева морячочек в брючках стоит, в какой-то курточке короткой, шляпа на нем, платок. По центру тоже короткая куртка, платочек, да. И вот брюки, похожие на юбку. Ну, а справа уже это больше, скорее всего, это не матрос, а это, скорее всего, какой-то, не знаю, либо штурман, либо боцман. Он уже одет по-цивильнее, да, у него штанишки, курточка, такая коротенькая, комзольчик, да, или там жакет какой-то и шляпа. Но дело в том, что они очень сильно отличались, по моду очень сильно отличалась, по моде простые люди не одевались, по моде одевались офицеры, они выглядели по моде того времени. Ну, что они одевали? Под низ одевалась сорочка, самая дорогая оделась из шелка, самые дорогие или из льна. Поверху одевался камзол, по-английски waistcoat, waistcoat, что говорят. Ну, чем богаче был человек, тем больше было вышивки. На камзол одевалось верхнее платье, называлось оно juistico, по-французски, да. Ну, это первая половина 18 века, потом мода поменялась, стали одевать abis, по-французски тоже, да, это появилось, которое в 1760-е годы. Это тоже кафтан, только приталенный и с широкими обшлагами, да. Перевязь под шпагу носилась под кафтаном, и вместо штанов одевались кулоты, или по-английски bridges. Ну, наверняка вы слышали слово bridges, и тут как раз произошло от этого. Ну, цвет был разный, черный, серый, синий, белые были кулоты, и ниже колена одевались чулки, либо из хлопка, либо из шелка. И шелк был недоступен для простых людей, ну, кто наверняка историю изучал, или в школе, да, наверное, проходили. Была такая категория людей во Франции, которые так называли сан-кюлоты, да, ну, вернее, сами себя так называли, да, это вот бес-кюлотники. Это вот рабочий люд, которые не могли себе позволить кюлоты. На ногах у них были обычно черные туфли, да, с пряжками, но с пряжками была какая ситуация? Пряжки были либо латунные, либо у дэнди, там, модников серебряные, либо совсем у крутых чуваков, да, были пряжки золотые. Если вы смотрели фильм Хорнблауэр про мичмана Королевского флота, там как раз он покупал форму себе, она ему обошлась в 11 фунтов, в 15 шиллингов, и продавец видит, что ему не хватает, он говорит, давайте я поменяю пряжки серебряные, да, на латунные, тогда будет 15 фунтов. Это очень дорого по тем временам было. В центре вы видите изображение модника, немецкого дворянина того периода, да, середины 18 века. Как я уже сказал, на нем кафтан, рубашку видно, да, эти манжеты рубашки видны, белый шелковый платочек и расшитый камзол. И у него, правда, ботинки такие модные, да, на каблуках. И слева вы видите капитана Ричарда Чадвика. Это капитан Королевского флота, но формы нет, видно, что сзади корабль, мы только из этого понимаем, что он, возможно, капитан, да. Он одет в серый кафтан, да, на нем желтый камзол, расшитый серебром, да, и вот платочек. И на голове у него парик. Ну, правда, парики на море не прижились, да, они быстро из употребления вышли. И справа видим адмирала Клаусли Шовела. У него уже есть подобие какой-то вот формы морской, да, но это не уставная форма, это то, что адмирал сам себе намутил. И у него уже такой шикарный паричок, но он его мог носить, потому что он в море не ходил, да. В таком парике в море, конечно, нечего делать. И уже здесь вы видите гравюру, на ней изображен тоже какой-то британский офицер, ну, написано English Admiral Tullesay, да, английский адмирал, морской адмирал. У него в руках что-то типа абордажной сабли, да, или кортика того времени. Ну, опять же, видно, что он одет в кафтан жестенько, да, у него на поясе какой-то типа шарфа, да, такого. Ну, чулки видны, да, модные ботинки на каблуках, видны кюлоты и камзол, а также треуголка и шелковый платочек. Вот так вот. Это немцы так изображали британского адмирала. Высшие офицеры использовали дорогие ткани, кружева, шелковые носовые платки, и чем выше был ранг, тем выше было качество. Одежда символизировала социальное положение. Поскольку офицеры того времени происходили из более высоких слоев, соответственно, они считали, что они могут себе позволить дорогую одежду. Правда, было так не у всех. Были обедневшие дворяне, у которых было ими, но не было денег. Соответственно, процедала торговля секонд-хендом. Правда, все это делалось из-под полы, потому что никто из офицеров не хотел, чтобы видели, как он там бэушные покупает и потом себе перешивает мундир. Но одежда, как уже вы поняли, была безумно дорогой, и мало того, она была непрактичной для флота. То есть вот это вот камзолы, да, конечно, особенно парадного вида, они, конечно, особо мало были удобны в море. Но моряки потом приспособились это все и поменяли. Есть записки капитана Джона Уоррена. Он пишет, что в апреле 79-го года я потратил 5 фунтов, 7 шиллингов на повседневный сюртук, который включал неуставную подкладку из вельвета. Обратите внимание, неуставную подкладку. То есть все как положено. Офицеры всегда что-то неуставное. Но не только офицеры, солдаты тоже самое это делают. Летом я заплатил за парадную форму из супертонкой шерсти 22 фунта, 14 шиллингов и 5 пенсов. Дороже всего стоил золотой галун 6 фунтов. Стоимость ткани 2 фунта 4 шиллинга. И за работу я отдал 15 шиллингов. Также я заплатил 4 фунта 1 шиллинг за обувь и другие принадлежности. Плюс 3 фунта 17 шиллингов за новые ипполеты. Обращаем внимание, 1779 год еще ипполеты не ввели. Ипполеты в 1795 году введут. То есть уже ипполеты не были регламентированы, но офицеры их уже носили. Причем подражали французской моде. Чтобы купить новую униформу, ему пришлось продать старую за 39 фунтов 18 шиллингов. Я уже говорил в видео, вот в этом можете по ссылочке пройти, что зарплата у капитана была 22 фунта в месяц. Ну, видно, что хоть она и была большая по сравнению с матросами, но тем не менее, одежда стоила дороже. Так вот, как форма появилась? В 1746 году офицеры флота они собирались постоянно на Скотланд-Ярде, там была кофейня. Они там организовали типа Navy Club, морского клуба. Сейчас Navy Club существует, но он находится в другом месте. Сейчас вот видите картиночку этого Navy Club современного. Там они собирались, подбухивали, играли в картишки, как говорится, собирали там всякие слухи, сплетни, короче, общались. Соушелайзинг такой был у них. Так вот, они в 1776 году, у них темой обсуждения одного из собраний стало отсутствие униформы. В то время корабль британский был, один из кораблей военных был в Китае, и, короче, пришлось капитану корабля одеть униформу капитана морской пехоты, чтобы встретиться с китайскими представителями. Потому что там были торгаши, там эти купцы присутствовали, и чтобы от куптов как-то отличаться, пришлось капитану корабля одеть форму офицера морской пехоты. Представляете, да? И в 1746 году эти вот морские офицеры обратились к королю Георгу II с петицией даровать им привилегию ношения отличительной формы. Королю предложили на выбор цветовую, как говорится, гамму, но король, недолго думая, он посмотрел там на графиню Бетфорд, которая скакала на лошадях, как говорится, перед королем. Ну и ему понравилась расцветка ее одежды. Это была такая темно-синяя расцветка, которую мы сейчас знаем как Navy Blue. И, короче, выбрал он Navy Blue. Но стоит учесть, что до этого британские морские офицеры, они даже, как сказать, следовали французской моде. И даже вот лорд Джордж Энсон, он, вот сейчас вы видите его картиночку, его изображение, он в синем мундирчике и красном камзоле. Красный камзол, это была форма, французских моряков. То есть они подражали французам. Но, короче, сделали камзол не красный, а белый камзол сделали. Дизайн разрабатывали капитан Филипп Саумарис. Он, правда, не дожил до этого введения формы. Он погиб 14 октября 1747 года. И второй офицер Август Огастас, опять же, как правильно произносить, Огастас или Август, или Августус. На английском это Огастас Кеппелл. Так вот, этот самый Август Кеппель, я о нем, правда, говорил, он помогал своим матросам, которые хорошо служили. А Огастас Кеппелл, этот самый Филипп Саумарис, им еще помогал Тимоти Бретт из Naval Office, это военно-морское управление. Они, короче, разрабатывали дизайн. Все это дело утверждал, всю эту регуляцию утверждал лорд Энсон. Форма была поддельна на парадную и повседневную. Здесь вам стоит рассказать, что в английском языке есть, я вот долго в разные источники смотрел, так вот, как там все расписано. Но сначала называли best uniform и walking rig. То есть, best uniform это лучшая одежда, то есть, это парадка. И walking rig это для рабочей одежды. Потом стали называть suit and frog. Если вы видите suit, это парадка. Если frog, это повседневная. И с 1767 года стали называть dress and undress. Dress это вот парадная форма, то есть, приодеться, то dress, то есть, ко двору, чтобы красивше было. И undress это для повседневной работы. В 1795 году ввели ипполеты, но, как я уже вам сказал, уже в 1779 году некоторые офицеры самовольно носили ипполеты сами. Так вот, Горацио Нельсон был противником ношения ипполеты. Он только их стал одевать, когда это официально ввели на флоте. Причем в это время он был в Неаполе, и он попросил офицера морской пехоты, который он на корабле был, чтобы он помог ему выбрать ипполеты. В Неаполе, в Италии. Представляете, ипполеты для всех тогда были одинаковые. Ипполеты носили до 1846 года. Мы сегодня с вами говорим до 1819 года про форму. Но, кстати говоря, когда америкашки создали свой континентальный флот в 1775 году, они все практически передрали у британцев. Но, правда, чуть-чуть цветовая гамма поменялась у них. Опять, если интересно, про униформу американского флота тоже надо делать видео. Но там вы увидите, звания все одинаковые, в принципе. Расцветочки только разные, да? Там вот можно посмотреть, можно рассказать. Чем отличился Филипп Саумарис? Ну, Филипп Саумарис такая интересная фамилия, да, какая-то не английская. У него, правда, были в предках испанцы. Поэтому вот Саумарис. Так вот, этот Саумарис, он отличился захватом французского линейного корабля Марс. Это был линейный корабль третьего ранга. А он сам был на линейном корабле четвертого ранга. Назывался он Ноттингем. Ну, вот сейчас вы здесь видите, его одет он в коричневый вельветовый кафтан. Это очень дорого было. Вельвет стоил в десятки раз дороже сукна. Серебристый какой-то у него там этот самый камзол, да, расшитый золотом. Ну, вот, не дожил Филипп Саумарис до введения формы. И второй, который офицер, я говорил, это Огастас или Август, Августус Кеппель. Он попал на флот в 10 лет, ну, как и большинство английских адмиралов. Он был из семи вигов. Причем он был вторым сыном. Очень часто вторых сыновей отправляли на флот. Для этого не нужно было денег. То есть, если в армии нужно было покупать патент, то на флот патент не нужен был. Там бесплатно все. Ну, как тогда говорили, умный в артиллерию, щеголь в кавалерию, пьяница на флоте, а дурак в пехоте. Вот, он, правда, не дурак был, но, тем не менее, такая поговорка не зря появилась. Как я уже сказал, Ван Кеппель был дядька героический. Он потерял в 1741 году во время похода почти все зубы цинги. Ну, потом в Англии со временем ввели этот самый, как называется, ну, не сироп, а экстракт лимона. Вот это отдельно будет, когда я про Грок буду говорить, там я все расскажу подробнее, как все это. Это долго появлялся, эта песня. Долго не могли понять, почему цинга появляется. Вот вы здесь видите, как его в разные периоды жизни рисовал Джошуа Рейнольдс. Да, вот на левом рисуночке он капитан старше трех лет, да, форма. На правом рисуночке он уже в Адмиралах, и в центре это он, когда капитаном был. Любил мужичок, видать, рисоваться. Тогда фотографий не было, да, и считалось круто это делать портретой. Да, но только богатые люди могли себе это позволить. Был он еще членом Тайного Совета, да, при Короле, и также первым лордом Адмиралтейства. Ну, такой важный дядька был. Про лорда Джорджа Энсона я уже говорил. Среди его других отличий, ну, он совершил курсосветку, я тоже говорил, да, он совершил реформу системы закупок, да, то есть снизил коррупцию в британском флоте, чтобы не занимали одни и те же поставщики, да, они выиграли подряды. Затем он, ну, он ввел форму, да, для офицеров. Также он перевел морскую пехоту из подчинения армии в подчинение Неви, да, военно-морскому ведомству. Ну, и также он ввел ранги. Как раз ранговая система его заслуг кораблей, да, вот с первого по шестой ранги. В одном из прошлых своих видео я говорил про иерархию на корабле, вот можете по ссылочке пройти. И согласно иерархии форма полагалась только джентльменам. К ним относились коммиссионт офисес, да, ну, вот лейтенант, мастерный командор, капитаны. И к ним также относились мичмены, ну, которые не были коммиссионт офисес, но они были будущими офицерами, да, то есть они были джентльменами. Сейчас вы на экранчике видите текст приказа 1748 года. Вот я выдержку вам прочитаю. Все. Принимаем во внимание и считаем необходимым для лучшего развлечения чинов морских офицеров установить военную форменную одежду для адмиралов, капитанов, командоров и лейтенантов. Также считаем необходимым, чтобы лица, исполняющие обязанности гардемаринов, также носили униформу, чтобы иметь вид, подобающий джентльменам и придание им большего авторитета при исполнении приказов вырастающих офицеров. Но, опять же, да, давайте отвечу на следующий комментарий. Дело в том, что митшипмен и гардемарин это одно и то же. Единственное, что в русском языке митшипмен это звание, низшее звание на флоте. А у англичан митшипмен это... Сейчас как, если правильно говорить, то гардемарина это испанское слово. Это курсант. Французы говорили аспирант. Да? То есть аспирант. Это вот французское слово. Ну, а британцы говорили митшипмен. Вот так. Сейчас вы на экране видите список офицеров, кому полагалась форма. Среди них были флаг офицеры. Адмирал флота, адмирал, вице-адмирал, контр-адмирал, коммодор первого ранга, коммодор второго ранга. Но коммодор это не звание, это должность. Коммодор первого ранга это капитан, который командовал флагманским кораблем и над ним еще был адмирал. Вот это был коммодор. Коммодор и он еще командовал дивизионом. И коммодор второго ранга это был капитан, над которым адмирал не был. То есть он мог командовать дивизионом. То есть их называли, такие корабли называли private ships. То есть над ним начальства не было. Если это был флагманский корабль, то есть там вот допустим линейный корабль Виктория, на нем был вице-адмирал Нельсон, он командовал дивизионом. И под ним был Харди, капитан. Вот как Харди, он был капитан и этот корабль не считался private ship. Почему? Потому что на нем был высшестоящий офицер, вице-адмирал Нельсон. Офицерам полагалось капитану старше трех лет, капитану до трех лет, мастеру и командеру, лейтенант. И в 1867 году появилось звание сублейтенант. Форма полагалась мичманам, правда до 1787 года только повседневная. С 1787 года полагалась повседневная форма уоррент-офицерам и у матросов форма появилась только в 1857 году. Отдельно стоит отметить морскую пехоту, но про нее будет отдельное видео. У пехоты, у армии вообще история униформа более, как говорится, старая. До этого фактически уже сто лет имела форму армия британская. Сейчас вы видите форму офицеров и солдат морской пехоты середины 18 века. Будет отдельное видео, посвященное морской пехоте. Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он пороздил океан. Раз пятнадцать он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он всюду песенку свою. погибал Субтитры создавал DimaTorzok